Еженедельное оперативное совещание администрации района Алексей Валов начал с темы безопасности детских перевозок. Актуальность продиктована недавней трагедией в Ханты-Мансийске, когда в ДТП погибли 12 человек, большинство дети – спортивная команда. Контроль за подобными перевозками потребовал усилить в отношении техники водителей сопровождения. Комиссионно создать общественную палату, включить, проверить автоколонну, почаще ГИБДД туда, посмотреть, как организован медосмотр водителей. И когда мы подаем автобусу под детей сюда, для перевозки, пионерский лагерь, другие мероприятия общественные, дополнительную проверку давайте делать тогда. Почему затягиваются сроки строительства социальных объектов? В частности, полтора года район не может начать строить школу в микрорайоне Солнечный. Виновата сложная процедура оформления документов, объяснил коллегам Алексей Валов. Вчера встречался я с зампредом правительства и встречался с застройщиком, который сказал, что теперь нереально в течение года построить этот объект, потому что на согласование уходит от года до полутора. Мы будем работать над тем, чтобы быстрее запускать, но придется каким-то образом, я говорю, еще через губернатора поработать, чтобы эти все процедуры ускорили. С отчетами об исполнении ранее данных поручений выступили заместители, руководители администрации. Самый большой блок в зоне ответственности Дмитрия Манина. Он рассказал, как организована уборка дорог и тротуаров от снега. Перепады температуры затрудняют применение реагентов. Тем не менее, снег убирается и вывозится. С начала зимы уже 3000 кубометров. Сегодня в уборке у нас задействованы 71 единица уборочной техники с навесным оборудованием различного функционала, 7 единиц вспомогательной техники для перевозки людей и материалов, а также 54 человека для производства ручной работы. В связи с неблагоприятными погодными условиями, то, что говорил Алексей Васильевич, уже все предприятия приведены на круглосуточный режим работы. Также Дмитрий Манин сообщил, что в городском поселении Щелково начала внедряться новая детальная схема закрепления территорий за управляющими компаниями. Жилищники к новому порядку пока привыкают, но к работе их стимулируют регулярные проверки с Госаднотехнадзором, результат которых много штрафов. Мы проверяем очистка снега в родных групп, проезды вдоль дома, детские игровые площадки, сосульки, свисание снега с козырьков и так далее. По пяти элементам мы до 20 объектов ежедневно проверяем комиссион. Соответственно, я думаю, это работает. Если мы будем делать это постоянно, мы в любом случае заставим их. До сих пор остается актуальной проблемой укладки асфальта на снег. Технику недобросовестных подрядчиков приходится останавливать едва ли не физически. Администрация ведет борьбу в правовом поле. Подобного рода качества укладки асфальта мы не приемлем. И будем добиваться правового решения вопроса, чтобы не заплатили ни копейки за некачественную выполненную работу, непрофессиональную выполненную работу, неустановленных норматив. Несколько позитивных новостей озвучено на совещании. Район перевыполняет план по количеству залитых катков. Вместо заявленных 30 будет 32. А также Щелковский район назван в числе лучших Московской области по ликвидации незаконной рекламы. Кроме рекламы продолжается борьба со свалками мусора. В качестве мер предложены информационные щиты, шлагбаумы, веб-камеры. Будьте добры настроиться на серьезный лад. Нам крайне неприятно всем, когда мы проезжаем на территорию и увидим сваленный мусор. Крайне неприятно. И чем быстрее мы будем реагировать на эти свалки, тем меньше их будет. Даже на еженедельных оперативных совещаниях есть место празднику. За самоотверженный труд и вклад в развитие района почетными грамотами администрации награждены первый заместитель руководителя Ирины Иванова и начальник отдела жилищной политики Елена Маркова. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».